итак ребята третья часть история прецедента но до этого я думаю что это интересно я вам покажу таблицу сейчас я написал почему суд отказал женщине из сальвадора в 2014 году которая нелегально прошла границу и которая получила отказ в иммиграционном суде в одном из 58 в одном из 12 судебных округов первая причина не заслуживает доверия наиболее распространенная причина отказа в иммиграционном суде то есть женщина рассказывает показания у нее скорее всего путались она не могла точно сформулировать идею и на каком-то из интервью наверное были какие-то ну что-то пошло не так не заслуживает доверия вторая группа от которой она шла как я вам говорил во второй части женщины сальвадора шла по социальной группе то есть от социальной группе женщин которые имеют определенные одинаковые характеристики в этой стране то есть группа не попала под критерию группа третье это то что нет доказательств того что государство не оказывает помощь то есть доказать она не смогла соответственно получила отказ продолжая судьбу этой женщины она уже давно в сша у нее уже есть грин карта и они смогли этот отказ аннулировать оспорить вышестоящей инстанции об этом я говорил во второй части и так распространенная причина отказа на в иммиграционном суде это отсутствие доверия со стороны судьи и так ребята история прецедента все началось с того что в 1985 году как раз возникла подобная проблема когда женщина по имени акоста приехала в это кстати дело шло под номером 233 подала на убежище на границе но на тот момент в законе об иммиграции гражданстве вообще не предусматривалась и не интерпретировалась понятие социальная группа то есть были четыре направления религия рас национальности и политические убеждения но не было интерпретации понятия социальная группа то есть нельзя было отдельного человека интерпретировать как член социальной группы вот то есть это 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 эта проблема возникла и с 1985 года были положительные решения когда человек шел именно социальной группы то есть это стало нормой и работал до 1999 года то есть все это время были проблемы с рассмотрением подобного рода дел но процент был очень высокий 1999 году новое дело 917 23 когда то же самое да практически похожая ситуация но на тот момент в тот момент дело дошло до апелляционного суда и в апелляционном суде но действительно хотели отменить эту норму но тогда вмешался генеральный прокурор рено и дело вернули обратно на рассмотрение и приняли положительное решение и норма которая работала восемьдесят пятом году она осталась следующая 2014 год опять же апелляционный совет дал разъяснение по подобному роду дел и все это работало до 2018 года до июня до 11 июня настоящий момент ребята прям с 2018 года рассмотрение подобных дел она идет в новом ключе то есть здесь особые требования к доказательству здесь целых девять пунктов которые нужно учесть должно быть обязательно членство должны быть обязательно характеристики должны быть явные отличия еще один важный момент я не буду вам рассказывать полностью что изменилось но скажу что если например вот допустим возьмем россию вот подобная ситуация произошла бы в каком-то из городов в нашей стране в россии то допустим женщина если бы она ну любой город да там абсолютно любой могла спрятаться в другой части этой страны то это был бы даже отказ от несмотря на то что она шла от социальной группы то есть вот эти все изменения их сейчас нужно учитывать и в настоящий момент ребята если кто-то обращаюсь к женщинам если вы сейчас решили пойти по этому пути по этому направлению мы сможем учесть то что поменялось с учетом того что игорь это наш самый главный товарищ который фактически занимается написанием кейса он в настоящем и в прошлом и в будущем это политтехнолог который работал как раз социальными группами он без труда сможет вам разъяснить и внести в кейс все то что требуется именно для выигрыш на этого дела то есть социальная характеристика группы доказательства членство отличительные черты и так далее все это будет вашем кейсе и так ребята что сумел то показал подписывайтесь на наш канал заходите на наши сайты ближайшее время будет видеоролик связанные с судебной системой сша в ближайшее время использую эту вот доску я смогу вам рассказывать о других изменениях которые будут в ближайшее время ребята мы получим в готовом виде фактически все акты за последние два года связанные с иммиграции в акты апелляционного совета 13 апелляционных советов это сборники которые настоящее время переводятся и по которым я буду делать по каждому из актов отдельное видео в настоящее время у нас уже переведено переведен фактически полностью закон об иммиграции гражданстве те акты которые нам нужны кстати ребята если вы получили визу это отказ допустим по визе по статье 214 b это как раз закон об иммиграции гражданстве это акт номер 214 который имеет свои подпункты если вас допустим депортировали и у вас паспорте стоит там номер 212 и указание там да то это тоже соответственно акт который также был использован против вас и так ребята подписывайтесь на наш канал заходите на наши сайты привет вам из мексики всем всего доброго пока а а а а